Более 180 обманутых дольщиков жилого комплекса «Тамилина» смогли получить ключи от квартир только спустя 8 лет после покупки. Почему застройщик не справился со своими обязанностями вовремя и какие условия сейчас созданы в микрорайоне, узнали мои коллеги. Давай вместе прочтем. Давай. Время для счастья. Время для счастья. Сейчас. Место для счастья. Наш дом. Молодец, дай пять. Семья Нутфулиных смогла переехать в свою долгожданную квартиру только полтора года назад, хотя купили её ещё в 2016-м. Застройщик, обещавший возвести 46 домов и объекты социальной инфраструктуры, сдал только три корпуса и обанкротился. Правительству Московской области и администрации Люберец удалось найти другого инвестора. И жильё для обманутых дольщиков было построено. Спасибо большое команде губернатора Андрею Юрьевичу, что так оперативно нам нашли инвесторы. Пока ждали квартиру, у нас родился ещё младший ребёнок Ярослав. Старшая дочка уже живёт отдельно, уже большая, выросла. А у Ярослава и Валерии в новой квартире есть личное пространство и для игр, и для подготовки к урокам. Лера учится в шестом классе, а Ярик в следующем году только пойдёт в школу. Семья дружная. Друг другу помогают, досуг проводят вместе. Лера несколько лет занимается боксом, а Ярослав играет в хоккей. Чтобы быть в форме, обычных тренировок не хватает. И семья выходит во двор, где созданы условия для занятий спортом. Вышли из подъезда, вот у нас наш третий подъезд, и сразу турники, качели, горки, лавочки для отдыха. Летом мы классно на роликах катаемся, покрытие тоже удобное для этого. Всё зелено, красиво, часть зелени. То есть мы с жильцами сами рассаживали, то есть уже как бы под себя облагораживаем. Плюс обещают нам в шаговой доступности школу и детский садик. Детский сад на 285 мест откроют уже в следующем году. А 1 сентября 26-го 1100 учеников примет новая школа. Всего в жилом комплексе Томилина планируют построить 4 садика, 2 школы и поликлинику. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ.